В очередной раз в съемке купания. На сервис поближе подведу телефон к нашему барахтающемуся стену, чтобы запечатлеть его в то ли недоуменное, то ли недовольное лицо, потому что его принудительно купают. Тем не менее, можно наблюдать сам процесс купания и как вараны плавают. Собственно, у большинства видов ящериц и варанов, по крайней мере крупных, холосты несколько длиннее самого тела, поэтому они гораздо лучше приспособлены для подобной гребли. Не знаю, конечно, насчет игуан, но у капского варана можно увидеть небольшой треугольничек на хвосте. Это, судя по всему, позвоночник, которым заканчивается хвост. Как бы это выразить поточнее? Ну ладно, мы сосредоточимся на плавании нашего бедного капского варанчика. Он силой-силой пытается выбраться, но ничего не получается, что вполне естественно. Сейчас мы его немножко поможем, поддержим. Он слегка успокоится, его можно будет заснять крупным планом. Его недовольное лицо или довольное, в зависимости от того, как все это воспринимать. Ну и, конечно, на дине поплавать, потому что основное, для чего нужно купание, это для того, чтобы он разминал свои мышцы хотя бы раз в несколько дней. Иначе он совсем жарком заплывет. Если кто не знает, я сообщаю, что он не толстенький, просто он надул живот воздухом, чтобы поддерживать свою плавучесть. Да, просто набрал в легкие достаточно много воздуха, чтобы его тело выталкивалось на поверхность. Как можно видеть, он прекрасно справляется, гребет всеми пятью конечностями. И даже голова подстраивается под ритм. В основном плаванию будет и посвящен этот ролик. Заодно можно услышать, как он все-таки немного тяжело вздыхает. Нужно, чтобы прошло достаточно много времени, чтобы он побарахтался как можно подольше, чтобы услышать его, так называемую, лодыжку. Сейчас еще минуту непрерывного дыхания, и мы его немножко придержим. Для того, чтобы можно было услышать его вздыхчивое дыхание. Конечно же, деление хвостом создают брызги. Да и держать так низко камеры не очень удобно. А теперь придержим его немножко. Пока еще он не запыхался, поэтому отдышки у него нет. Значит, он может еще поплавать. Кстати, можно заметить разницу в размерах руки по предыдущим видео. Сейчас он уже больше в моей ладони, а раньше умещался практически весь. Растем потихоньку. Ну ладно, мы ему еще дадим немного поплавать, а потом посушим. Пошли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok